31 января, в день со дня рождения знаменитого нашего земляка, народного художника Аркадия Пластова, музей, носящий его имя, открыл выставку «Аркадий Пластов. Портрет внука». Николай Николаевич Пластов сделал для нашего канала исключение и разрешил поприсутствовать на развеске картин новой выставки. На ней представлены почти 20 работ Аркадия Александровича, на всех любимый внук. Вот тот образ, который возникает в результате, такой совокупный, разновозрастной, такой внук, так, так, такой, такой, постарше, он, конечно, вызывает этот образ интерес, как исследование, как некая натура, которая постоянно была рядом, любимая натура, прямо скажем, потому что любил он меня безмерно, это по письмам видно, где он описывает какие-то мои там действия, мои поступки. Безусловно, эти портреты рождались после многочасовых позирований внука. Одно оружие у дедушки было хорошее в этом плане успокоения всяких волнений. Это сказки. И вот его фантазии не было предела. И все эти бабы-яги, лешие, русалки, я не знаю, кто там, домовые, и мальчики, которые вот не слушались, а потом вот как с ними случилось, вот неприятность домовым, они стали и стали всегда слушать папы и мамы. Как отметил Николай Николаевич, все эти портреты впервые собрались вместе на выставке. От внука-младенца до подростка, где он с кисточкой и красками, с книгой, глобусом, любимым мишкой. А вот он с няней дует корову. Она, как ни странно, может показаться, она была задумана еще в то время, когда мой отец был такого же возраста, там, пяти, там, шести лет. То есть в 1935-1936 году. И с тех пор сохранилось несколько эскизов. Скажу сколько. Восемь или девять. Я появляюсь тут на свет, и возникает вновь эта тема. Тема кружечки в локаде. Николай Николаевич помнит, как он на этой картине деда с его разрешения рисовал капусту. Конечно, что-то было замазано, но кое-что осталось. Дед учил его рисовать, не беря в руки кисти внука. В соседнем зале музея Пластова продолжает работать впервые по соседству с дедовыми работами выставка взрослого внука. Среди работ Николая Николаевича не только пейзажи родной Преслонихи и ее окрестностей, но и портреты его семьи. Здесь же можно увидеть его фотографии с дедом, отцом и мамой. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.